Приветствую вас! Давайте разберём ваш вопрос, который вы задаёте. Суть вопроса заключается в том, что мужчина вам делает определённое предложение по прошествии большого количества времени, а потом отказывается, как бы, от этого, да? То есть вот он делает вам предложение, да, и потом, значит, идёт на Б5, вот. И так, получается, было уже несколько раз, отчего вам становится непонятно и, собственно, ваш вопрос заключается именно в том, чтобы спросить, почему он так делает. Я думаю, что в первую очередь вам нужно ответить себе самой на другой вопрос. Как меня это волнует? Как меня это задевает? А какой я чувствую себя, когда человек так себя со мной ведёт? Вот. Чувствую ли я себя униженный здесь? Чувствую ли я себя здесь брошенный? Чувствую ли я, что меня обесценивают таким образом? И так далее. Потому что, ну, объективно, это не очень приятная история, когда с вами так поступало. Вот. Я думаю, что то, что вы пытаетесь понять человека, вот, связано именно с тем, что вам больно, вам неприятно, но вы не обращаете внимания на это. На то, что вам больно неприятно. А вместо этого, вместо этого вы просто, на мой взгляд, пытаетесь, ну, разобраться в том, зачем человек это делает, вот. Чтобы вам было не так больно. И вот, на мой взгляд, это довольно деструктивный момент, на мой взгляд, довольно это такой аспект, я бы сказал, тупиковый. Вот. Потому что, ну, причину вы можете так и не узнать, вот. То есть вам будет не ясна причина до конца, вот. И, на мой взгляд, исходить нужно именно из этого. Исходить нужно из того, что вы не узнаете причину. Вот. Ну, то есть, вот, буквально, что вы будете делать, если так и не узнаете причину, почему человек, эээ, ну, вот, ведёт себя, ээээ, с вами именно, именно так. Вот. Вам предстоит ответить на вопрос о том, принимаете ли вы его, ээээ, таким, вот таким, несколько, ээээ, не решительно, да, боюсь, то вперёд, то назад, вот. Потому что правда заключается в том, что вы можете не принимать его таким, вот. вы можете не принимать такую, ээээ, ээээ, ну, поведенческую модель. Вы можете отпрыгать её. Вы имеете на это полное право. И, наверное, самое главное заметить здесь, ээээ, что касается, ээээ, того почему человек ведёт себя, ээээ, именно, ээээ, именно так, а не иначе, вот. То, я думаю, что он, предлагает вам, эээээ, ну вот, делать. То, что он делает, делает, да, то есть предлагает вам экстрызиества. Ээээээ, на мой взгляд, потому что, считает это, нужно. То есть человеку кажется, что он должен так сделать. Мы сейчас само собой не говорим о том, хорошо ли это, правильно ли это, мы об этом здесь не говорим. Мы говорим только о том, как это может быть. И вы знаете, я вполне допускаю, что могу быть не брат, я вполне допускаю, что могу ошибаться, поэтому то, что я говорю, это только моё предположение. Вот. И сорвется никаких подтверждений этому у меня нет. Ясное одно, что вам это неприятно и я думаю, что вы пытаетесь этого избежать. Я думаю, как-то так можно вам здесь ответить. Ну, с точки зрения психотерапии, с точки зрения психологии. Конечно, много, очень много зависит от того, как вы устраиваете отношения в смысле. То есть, если у вас отношения чисто ради секса, вот, только ради секса, то, конечно, несколько странно, что человек предлагает вам, ну, вот, ну, сожительство, вот, на мой взгляд, это странно. Возможно, возможно, у него к вам есть какие-то чувства, возможно, но он себе запрещает их или боится, что ничего не, ну, ничего не получится там, да. Правильно бывает. Много, много, много зависит от того, какого рода ваши отношения и как они в целом выглядят, да, и вот, что они из себя представляют и так далее. Вот. Ну, это всё. Я надеюсь, что вам это было интересно и полезно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь, обращайтесь за помощью. Вам она, в смысле, помощь пригодится и вы сможете решить свои трудности. Всего самого доброго!